Пляжные войны продолжаются. Общественность негодует, арендаторы не реагируют и устанавливают новые настилы, нарушающие водный и земельный кодексы. Да и настилами эти сооружения назвать нельзя, ведь кроме дерева используются металл и бетон. Несколько дней назад владельцы клуба решили расшириться, несмотря на то, что клуб и так занимает практически весь пляж. В ходе постоянных проверок в пятницу силами департамента была обнаружена незаконная стройка по производству настила, произведена встреча с арендаторами и с пятницы на субботу данное строение было демонтировано. Один настил демонтировали, но соседнюю огромную незаконную конструкцию, видимо, не заметили. Мы решили замерить его длину. Настил из металла и бетона занимает всего-навсего 75 метров. Вот эти здания, которые здесь каким-то образом появились, они также находятся здесь незаконно, потому что согласно водному кодексу 88-90 статье этого просто не может быть. Вы видели, что в основании этих столбиков закладываются тяжелые материалы, бетон в частности, используется металл. То есть при такой площади, конечно, это уже является капитальным сооружением. Поэтому тем более, ну, необходимо такие сооружения демонтировать, сносить. И мне удивительно, почему горсовет этим не занимается. На эту сессию горсовет хотел вынести проект землеустройства по прибрежным захистным смогам, организация, ну, скажем так, воведения земли, который, по сути, должен узаконить вот такие вот подобные объекты. Хотя во всем мире есть практика, существует практика сноса незаконных строений. Владельцы пляжных клубов уже вовсю готовятся к курортному сезону. Сейчас только январь, а на пляжах уже не хватает места. На выходных демонтировали незаконный настил в Аркаде, но уже сегодня монтируют новый у соседнего клуба. А вы знаете, что это незаконно? Это не по барабану. Вам по барабану? Да. А почему вам по барабану? Ну, потому что весь мир уже, как вы хотите, правды, да? Да. Ну, начнем, наверное, с Верховной Рады, вот там надо правду шукать. Хорошо? Помимо незаконных капитальных сооружений, весь пляж усеян строительным мусором, который оставляют строители. Бассейны хозяева клубов чистят самым простым способом. Все сливают в море. Общественники говорят, что у арендаторов на руках недействительные договоры, поскольку они нотариально не заверены. На данный момент в Одессе сложилась такая ситуация, что при попустительстве прокуратуры любой арендатор может считать, что никчемный договор аренды, заключенный с ним, позволяет им застраивать любой пляж. Осознавая, что за нарушение и невыполнение договора, который не имеет никаких юридических оснований, ему не будет предъявлено никаких требований. Использование территории в Аркадии в качестве зеленых территорий загального окористования данной территории выкористовывается для их выкористания для размещения темчасовых будив или споруд, для выдания разважально-торгивальной идеальности. Тем временем в Аркадии можно наблюдать за тем, как арендаторы готовятся к установке все новых так называемых настилов. И гарантий, что уже завтра не появится новый, нет. Пока правоохранительные органы бездействуют, говорят общественники, охранять пляжи остается только одесситом. Светлана Довжук, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер».